Приветик! Сегодня мы продолжим смотреть анимации про Poppy Playtime, но перед этим обязательно поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал, если до сих пор этого не сделали. И передаю слово гостю-гостю. Привет, сегодняшняя серия поведает нам о отвергнутых игрушках, давайте же скорее заценим ее. Компания Playtime это крупнейшая фабрика по производству игрушек во всем мире. Их творения заполняют полки всех крупных магазинов, торговых центров и универмагов. А бабулька здесь зачем? Но полчищам фанатичных покупателей всегда кажется, что запасов игрушек недостаточно. И они сделают что угодно, чтобы заполучить новейшую крутую игрушку от Лиоты Людвига. А, она наверно обзорщик игрушек на ютуб. Но так было не всегда. На самом деле, было время, когда компания Playtime чуть не обанкротилась из-за плохих продаж. Каждая идея, которую они выкладывали на полку, была полным провалом. Я люблю туалеты по двум. Что? Причинам по маленькой и большой. Сыр-засранчик был отвратительным. Печь Оуан давал людям ожоги второй и третьей степени. А домашний камень был просто отстой. Ну, домашний камень не так уж и плохо, если не кидать его в голову. Поэтому их выбросили, как мусор. Оставили гнить и умирать в глубинах склада отвергнутых игрушек. Но ненависть умеет обращать игрушки здесь, в компании Playtime. Их жажда мести позволила им выжить. Эта штука еще преследует нас. Ну, а ты как думаешь? Закрывай двери, быстрее, а то скоро мы станем закуской дианзавра. Да нет электричества. Я понял. Игрок, да ты гений. Да, блин. Да, ты оказывается и так можешь. Блин, закрой уже дверь. Мы опоздали. Значит, план Б. А теперь бежим. Эта штука не задержит его надолго. Сюда, я знаю короткий путь. Вау. Я раньше никогда не видел эти игрушки. А что это вообще за место? Ну, здесь как бы и нет игрушек. Тут просто пустые коробочки. Склад отвергнутых игрушек. Санни Бадди, зайцы сюрпризы, хаги в бочке. Это место является домом для всех игрушек, которые не прошли отбор. По той или иной причине. Отвергнутый товар, пневмени Пол. Причина отказа, никто его не любит. Все высмеяли презентацию, на которой был представлен пневмени Пол. Понятно почему. Эта штука воняет. Вообще, все эти игрушки какие-то ужасные. Я рад, что их не представили общественности. Игрок, не будь таким грубым. Динозавр Брон, он сбежал. Нам надо сваливать. Нет, игрок, смотри. Погоди. Это что, кукла длинноногой мамочки? Отвергнутый товар, концепты длинноногой мамочки, версии 1 и 2. Причина отказа, слишком странная для целевой аудитории. В дизайне должны быть более простая цветовая палитра и более простые формы тела? Не, ну, цвета у них вполне приятные. Мне даже нравятся. И волосы прикольные. Блин, и я еще думал, что финальный дизайн очень страшный. А эти куклы вообще жуткие. Ну да, вообще-то вот истинный цвет мамочки и так-то ворвиглазный. Эээ, Поппи, а куда делись эти куклы? Я их не трогала. Так они что, до сих пор живые? Похоже, у нас большие проблемы. Да блин, опять этот чувак. Может быть, наконец-то просто вымрешь? Давай за мной. Тупик, бежим отсюда! Мы в ловушке! Что ж, посмотрите-ка сюда. Еще один нарушитель. Босс наверняка захочет с тобой вериться. Что происходит? Где я? Всему свое время, малыш. Сначала мы должны убедиться, что ты один из нас. Погоди. Я узнал тебя. Ты ведь тот парень, который спас меня от динозавра Брона. Так и есть. Но если ты не ответишь на наши вопросы, то ты пожалеешь, что не сожрал тебя. Нет, нет. Будьте вежливым с нашим другом. Мы ведь не хотим, чтобы он испугался. Пока что. Позволь мне представить себя. Я сэр засранчик. А это моя правая рука. Печка Оуэн. Что ж, меня зовут Игрок. А это... Эй, что вы сделали с Поппи? Сперва ответь на вопрос. Почему вы шатались по складу с отвергнутыми игрушками? Да мы просто убегали от динозавра Брона. А что вообще такая новая игрушка, как ты, делает на фабрике? Разве ты не должен быть где-то на полке магазина в ожидании продажи? А что ж, я вообще-то не игрушка. Да он врёт. Дешёвый пластик, яркие основные цвета. Да он выглядит как коммерческий продукт. Оуэн, пожалуйста. Я ведь не должен напоминать, что однажды я взял тебя под своё крыло. Какая вспыльчивая печка. Прости, босс. Если ты не игрушка, то кто ты такой? Думаю, я что-то вроде манекена. Просто место, на которое вешается это устройство. Если бы не эта штука, то меня наверно тоже выбросили бы на этот склад. Скорее всего, так и было бы. Знаешь, игрок. Я потратил всю жизнь, помогая тем, кого выбросили бессердечные менеджеры компании Playtime. И в конце концов, я построил империю. Дом, в котором каждый неудачник чувствовал себя важным и полноценным. Но чтобы этого добиться, пришлось пойти на жертвы. О, она очень милая. Нормальные игрушки должны были выйти из строя. Деформироваться, чтобы стать одними из нас. Боже. Ну, так, конечно, тоже ничего. Я верю, что ты неудачник. Уродливое чудовище, о котором никто не заботится. Спасибо. Но твоя маленькая подружка Поппи совсем другая. И чтобы доказать, что ты один из нас, ты должен деформировать её. Что? Нет, я не могу. Поппи мой друг. Теперь мы твои друзья. Фактически, мы даже большие. Мы семья. Не будь глупым и не упускай эту возможность. Да, как-то вы не друзья, не семья. Вы, по-моему, просто психи. Запускай машину. Ну же! Чё ждёшь? Никогда. Взять его. С удовольствием. Игрок, ты должен вытащить меня. Эти фрики с петели. Поверь, ты даже половины не знаешь. Берегись. Ого. Эта печка не просто ожоги оставляет. Она просто жжёт напалмом. Если не терпишь жару, держись подальше от склада. Почему крутые силы есть у всех, кроме меня? Ну, у тебя есть гропак. Охренеть. Погоди. Мой гропак. Да ты гений. А всё ведь могло быть так просто. Где-то мы… Это должно быть тебе ужасно знакомым. Отпусти нас. Поздно. У тебя была возможность присоединиться к нам. Теперь вы оба изменитесь до неузнаваемости. Я превращу вас во фриков, неспособных ни ходить, ни говорить. Всё, что вы сможете – это сидеть и думать о своих ошибках. Ох, если ты это сделаешь, то мы будем бесполезными. Да. Подумай об этом рационально, сэр засранчик. В каждом доме должна быть половая тряпка. Нет. Вот и всё. Мы обречены. Как бы мы не выглядели после этого… Надеюсь, мы и дальше будем друзьями. Конечно, Поппи. Всегда. Нет. Не подходи, мерзкое животное. Я сказал, не подходи. Никто не смеется и разосранчика. А что происходит? Нет. Нет. Ты не можешь это сделать. Это наш шанс, Поппи. Давай сваливать. Погодите. Вернитесь. Пожалуйста. Не бросайте меня. О, это просто какая-то жуткая серия. Вообще, человека, который придумывал такие игрушки, как сэр засранчик, наверное, нужно было вообще уволить сразу же. Не знаю, там, когда он эскизы только предоставил. Это же дичь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова